Финококрак родилась в 1940 году в Японии, где жила и училась до 1962 года. Затем решила продолжить свое образование в Соединенных Штатах Америки. Начинала карьеру как внештатный сотрудник целого ряда журналов, таких как New York Times. С середины 90-х специализируется на элитировании детских фильмов, суперобложках, книгах, фэнтези и плакатов. New York Times про ее работах писали. Электрации и кинофактар – настоящее чудо. Они неизменно поражают тщательным пересослением чащих деталей и множеством удивительных находок. Фантазии тех, кто верит в чудеса и волшебность, прекрасные баллы и счастливую судьбу, возвращаются в жизнь с понизанными чудесным светом иллюстрациями в Синококракте. Творения, которые доверены полотнами французских живописцев XVII-XVIII веков, самыми известными и популярными иллюстрациями у нас в стране – это иллюстрации к сказке о волшках. И еще только птиц-сказке, где полка, взывшая в Америке, нарисовала бабу-югу. Ею иллюстрирован в форме двух народных сказок. Но не только эти сказки, ее и красочные нарисованы. Король Мидас, 12 танцующих принцесс, Фегас, Амур и Психиэр, Спящая красавица и другие. Кроме этого, она рисовала просто картинку на разных текстах. Одна из картинка, включена незаурядной женщине Элианори, Фили Альянори Аквитанской, самой красивой девушкой средневеков. Она родилась в 1122 году и умерла в возрасте 82 лет, прожив, наверное, самую бурную и насыщенную болезнь среди всех секрилитовых личностей. Она была 20 замцев, первый раз за королем в Франции, а потом, разведясь с ним, стала королевой Англией. Ее сын всем известен, вечер, львиное сердце. На картине кино как раз можно смотреть бесконечно, только в них легкости, изящества, полета и фантазии.